В Ивском водозаборе начала работать станция обезжелезивания. Одна из крупнейших в Европе. Совсем скоро вода в кранах жителей областного центра будет отвечать строгим международным стандартам. Железо льется. Раньше такая вода шла в кранный курян. Теперь не выходит за пределы станции. 88 современных фильтров обслуживают все городские водозаборы. Глава региона напомнил, в 90-х жители областного центра не могли об этом и мечтать. Главное было запастись хоть какой-нибудь водой. Кроме трех улиц в Курске, во всех многоэтажных домах, начиная с седьмого этажа и выше, вода давалась вообще по графику. В течение полутора-двух часов. Восстановлено было строительство Шумаковского водозабора, переработано уже на современный лад проектно-сметная документация. Убедили потом федералов, выделить денежек. Сами нашли что-то. Город вот сам занимался. А затем стал вопрос, подали воду и надо ее очищать. О строительстве станции обезжелезивания в областном центре задумались еще в 1985 году. Однако к реализации идеи смогли приступить только в 2009. Проект был доработан с учетом современных технологий. И сегодня эта станция является одной из лучших в Европе. Аналогов в России нет. Очистка воды на данной станции происходит на основе естественного природного фильтра. Это кварцевый песок. Без практического применения химии. И второе, то что эта станция позволяет не расходовать лишнюю добытую воду на промывку фильтров. Этот фильтр в процессе фильтрации воды производит самопромывку. Станция экономична и экологична. Затраты на строительство – 912 миллионов рублей. Средства выделены из бюджетов всех уровней. Теперь задача полностью реконструировать магистральные водопроводы. Выбьются работы по замене водовода более 10 километров. Вот эти водоводы, они уже новые, современные пластиковые трубы. И мы ведем сегодня, если видели, по городу, по проспекту Кулакова, по Новоселовке, по Кирпичной тоже идет замена водовода. Пока на станции налаживают оборудование, но очищенная вода уже поступает в Краны Курян. Валерия Галкина, Тарас Степаненко, Геннадий Воробьев. Телеканал СЕИМ.